У нас у всех есть любимые туфли. Ваши туфли на каждый день, с которыми вы прошли через многое. И вот они начинают выглядеть старыми. Кожа вся сморщилась, появились царапины. Сегодня я вам покажу, как воскресить свои любимые туфли. Морщины появляются от того, что вы ходите, и туфли постоянно сгибаются и разгибаются. А пот, который выделяют ноги, делает так, чтобы складки не разглаживались. К сожалению, избежать морщин невозможно. Да и не надо, они придают вашей обуви определенный характер. Но когда на ваших туфлях появляются слишком сильные складки, тогда с этим надо что-то делать. Характер это классно, но вы не хотите, чтобы ваши туфли выглядели плохо. Итак, сперва снимите шнурки, затем вложите в туфли газету, имитируя ногу. Внимание, не запихивайте слишком много газеты, чтобы кожа не растянулась. Ровно столько, чтобы это выглядело, будто туфли на ноге. Возьмите махровую тряпку, намочите и положите сверху обуви. Возьмите утюг, установите режим хлопок. Мы будем его использовать, чтобы разглаживать морщины. Когда вы будете гладить мокрое полотенце утюгом, то вода будет испаряться. При этом складки будут разглаживаться. Но, внимание, не держите утюг долго на одном месте. Так можно и испортить кожу. Всегда передвигайте утюг и легонько надавливайте. Может потребоваться еще раз намочить тряпку, когда она подсохнет. Повторяйте снова и снова. Обрабатывайте складки, пока не будете довольны результатом. Как сделать так, чтобы складки не возвращались? Ребята, вложите денег и купите себе кедровые распорки. Зачем они нужны? Деревянные распорки, они придают туфлям форму и всасывают пот после того, как вы снимаете обувь. Вот эти туфли им уже 5 лет, и я хожу в них постоянно. Но вы заметили, что на них очень мало складок. Все потому, что каждый раз, когда я снимаю обувь, я использую распорки. А вот сейчас немного стыдно. Этим туфлям тоже 5 лет, и по ним можно сразу сказать, что в этом случае я не использовал распорки. Так что, господа, запоминайте. Как говорится, копейка рубль бережет. Далее это трещины и порезы. Трещины появляются в коже, когда она высыхает. Поэтому очень важно регулярно увлажнять кожу туфель. Порезы появляются, когда вы задеваете что-то острое туфлями. Если вы носите туфли каждый день, то на них точно есть парочка порезов. Реальность такова, что вы не можете вернуть все, как было. Но вы можете что-то сделать с тем, как это выглядит. Итак, процесс начинается с того же, как и в прошлый раз. Трамбуем газету внутрь туфель. Затем щеткой сбиваем пыль и грязь с поверхности. Вычищаем песок, пыль и соль. Все, что могло осесть на поверхности. Затем протираем туфли обувным мылом. Все просто. Наносим мыло на обувь при помощи тряпки. И затем убираем все лишнее. Оставляем обувь обсыхать на 10 минут. Вся эта процедура подсушивает кожу, поэтому мы наносим кондиционер или увлажнитель. Когда обрабатываем туфли увлажнителем, фокусируемся на трещинах. Но также хорошенько увлажняем всю поверхность обуви. Затем мы должны убрать царапину при помощи мелкой наждачки. Я использую наждачку 220. Будьте предельно аккуратны и полируйте кожу в области царапины. Сбейте пыль. Все, что больше, чем 220, может повредить кожу. Но теперь надо нанести специальный крем на основе смолы, чтобы залить трещину. Она должна быть такого же цвета, как и ваши туфли. Нанесите крем на поверхность, затем оставьте подсушиться минут на 15. Теперь нанесите обувной крем, чтобы поверхность обуви была одного цвета. Со временем на туфлях накапливаются всевозможные царапины и пятна. Как же от них избавиться? Ну, самый простой способ – это использовать обувное мыло. Оно может убрать большую часть пятен и небольшие царапины. У вас нет такого мыла? Можете попробовать зубную пасту, чтобы почистить кожу. Возьмите щетку, желательно не ту, которой вы чистите зубы. Нанесите немного пасты и обработайте место с царапинами. Используйте воду, чтобы паста пенилась, и круговыми движениями обрабатывайте кожу. Протираем насухо, вуаля, царапины исчезли. Но запомните, что после таких процедур обязательно нужно увлажнить кожу. Затем используйте восковой крем, чтобы нанести защитный слой на обувь. А что делать с грубыми царапинами? Это можно вылечить при помощи обувного крема. Они очень хороши для того, чтобы восстановить естественный цвет кожи, увлажнить и восстановить обувь. Сперва нанесите слой крема на туфли. После этого оставьте просохнуть на минут пять. Затем отполируйте туфли щеткой из конской щетины. Как закончите, исследуйте поверхность на наличие каких-либо царапин и пятен. Если таковые остались, то повторите процедуру. Нанесите крем по второму разу. И, конечно, после того, как закончите, нанесите защитный восковой слой. Восковой крем хорошая вещь. Он не только придает блеск вашей обуви, но и отлично защищает ее от непогоды. Какое видео смотреть дальше, предлагаю вот это. Учимся полировать обувь, как морпехи. Все секреты в этом видео я узнал в то время, когда служил во флоте. Смотрите это видео. Это быстрое руководство. Вам понравится.